Здравствуйте! Вы смотрите новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Сегодня в выпуске... Урок, который поможет вам выражать свою собственную точку зрения. Письмо мэру. Инициативы и предложения глазами детей. Звук о криминальных происшествиях за неделю. Заразиться можно от больного человека не только в пределах одной квартиры, но даже в пределах целого подъезда. По всей России фиксируют новые случаи заболевания корью. Десногорск! До новых встреч! Традиции русской песни. Выступления музыкальной группы Терёха. Гордый и лихой народ заслужил себе подсчёт. Казачьи игры казарла провели на Десногорской земле. Переходим к темам выпуска. Во время воскресной инспекции глава Смоленского региона Алексей Островский посетил объекты областного центра. Губернатор лично оценил состояние смоленских мемориалов, ремонт дорог и условия в госпитале для ветеранов. А также пообщался с местными жителями. По результатам проверки было решено привести в порядок памятники событиям Великой Отечественной войны. Некоторые из намеченных работ должны быть завершены до 9 мая. Сообщается, что для этого, возможно, привлекут социально ответственный бизнес в виде благотворительной помощи. Нынешняя воскресная инспекция губернатора стала уже второй в этом году. При этом чиновники заранее никогда не знают программу предстоящей рабочей поездки. 5 апреля для учеников первой школы Десногорска провели живой урок. Ребята ответили на 10 вопросов о работе мэра и написали ему личное письмо. Подробности с необычного урока далее в сюжете. В рамках проекта российского движения школьников «Школьное самоуправление» по инициативе старшеклассников первой школы при поддержке городской администрации для ребят провели живой урок. Урок разделили на три части. Первая часть – профессия мэра глазами детей. Состояла из тестовых вопросов. Есть ли у мэра начальник? Чем занимается мэр? И как он одевается? Каким транспортным средством пользуется? Дорогой господин мэр, я предоставляю вас одетым в черный костюм с галстуком, что у вас зарплата за 340 тысяч и что у вас черный мерседес. А может, вы вообще не умеете водить? Вторая часть урока была отведена вопросом, адресованным самому мэру. И третья заключительная часть инициативы предложения глазами детей состояла из самого письма. Уважаемая просьба, можете ли вы сделать более улучшенную больницу? Именно детское отделение. У меня есть друг, я его уже навещал, и мне очень не понравилось детское отделение. Там уже все старое, и мне оно не нравится. Можете его отремонтировать, пожалуйста? Девочки просили о новых стульях для школы, так как на тех, что есть, часто рвутся колготки. Просили ребята и о новых качелях, потому что все городские площадки они уже обгуляли. Серьезные детские просьбы заставляют задуматься и говорят о том, что подрастающее поколение Десногорска воспитывается и обучается должным образом. Я хочу, чтобы по всему городу поставили контроль против алкоголизма и наркотиков. Проводить уроки такого формата необходимо регулярно и со всей серьёзностью. Ведь дети – наше будущее. И каким оно будет, необходимо задуматься уже сегодня. Дети должны знать, за что отвечает мэр, какая обязанность, какая сложная работа. Итоги живого урока и ответы Андрея Шубина на самые актуальные вопросы узнаем в ближайшее время. Все письма будут доставлены в городскую администрацию. И, возможно, уже скоро самые интересные инициативы школьники обсудят за круглым столом лично с мэром. В Смоленском регионе продолжается весенний призыв. Норма региона в этом году составляет более 1100 человек. При этом осенняя призывная кампания прошлого года была выполнена на 100%. Тем, кто отправится в вооружённые силы, предоставят унифицированные сумки с необходимым набором средств личной гигиены. Молодых людей также обеспечат персональными электронными картами, которые заменят учётные документы. Весенний призыв продлится до 15 июля. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 125 административных правонарушений, в том числе 107 нарушений правил дорожного движения, зараспития спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К административной ответственности привлечены 7 человек. Ее считали побежденной, но она вернулась. В Европе и России фиксируют новые случаи заболевания корью. Какие симптомы недуга и как себя безопасить, смотрите в сюжете. В России выросла заболеваемость с корью. Количество случаев заражения в 2018 году в три раза превысило статистику предыдущего периода. При этом большинство случаев заболевания связано с завозом инфекции из-за рубежа. Сложная ситуация сейчас в Свердловской области, Новосибирске и в Москве. В Смоленской области ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Тем не менее, позаботиться о своем здоровье стоит заранее. Рискуют заболеть этим заболеванием люди, которые не были привиты от кори никогда, не болевшие корью или даже те, кто привиты однократно от кори. Относиться легкомысленно к этой болезни крайне опасно. Вирус кори чрезвычайно летуч. Он может передаваться даже по вентиляции многоквартирного дома. Первые симптомы, как при обычной простуде, температура, слабость, головная боль и кашель. Характерная сыпь появляется на теле лишь на третий-четвертый день заболевания. При первых признаках недолго необходимо обратиться к врачу. Игнорирование симптомов может привести к таким заболеваниям, как пневмония, поражению центральной нервной системы, а в редких случаях и к летальному исходу. При этом единственной защитой от смертельного вируса является прививка. Основная профилактика, эффективная и безопасная, это вакцина-профилактика. По нацкалендарю профилактических прививок следует прививать людей, которые не болели корью, не были привиты никогда, привиты однократно. Или если мы видим, что в медицинской документации вообще отсутствуют сведения от кори. Детям положено делать прививку два раза, в год и в шесть лет. Взрослым повторять процедуру рекомендовано каждые 15 лет. Врачи рекомендуют своевременно приходить на прививки, и тогда вероятность возникновения этого опасного заболевания сведется к минимуму. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Драматическом театре Смоленска стартовал фестиваль искусств студентов, медиков и медицинских работников. Это мероприятие в разных областях России проводится уже в 14 раз. А в этом году оно посвящено Году театра. Медицинские работники на время сменили амплуа и готовы показать другие свои таланты. Коллективы из России и Республики Беларусь пройдут творческие состязания в вокальных, хореографических и театральных конкурсах. Выступления пройдут на шести площадках полосного центра. Завершится фестиваль 9 апреля. В нашей стране меняется многое, но неизменной для русского человека остается любовь к русской песне. Погрузиться в атмосферу народного фольклора можно было в это воскресенье на концерте группы Тереха. Русская народная песня. Именно она вдохновляет на новые подвиги и помогает пережить горе и печаль. А на выступлении группы Тереха хочется еще и танцевать и веселиться. Это музыкальное трио, союз профессиональных артистов, выпускников ведущих вузов страны. Уникальное сочетание актерской игры, народного фольклора, вокала и хореографии выгодно отличает коллектив от себе подобных. В какой-то момент в качестве сцены использовалось все пространство зала. Примечательная черта творчества группы – это стремление к поиску оригинальных музыкальных решений, доказывающих, что традиционная народная музыка прекрасно сочетается с современными формами ее подачи. Народные песни в исполнении солистов группы звучат по-новому, но не нарушая традиции русского фольклора. Артистам получилось поделиться не только замечательным весенним настроением, но и своей любовью со зрителями. Хотелось подарить любовь сегодня всей публике, ведь на наш вопрос, влюблены ли вы здесь, просто все подняли руку, это значит, что нам удалось зарядить публику настроением любовным и солнечным. Десногорск! До новых встреч! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Спиртные напитки не только в театральных и концертных залах, но и в музеях, цирках, кинотеатрах и так далее. Министерство культуры планирует расширить перечень мест, на которые не действует запрет на продажу алкоголя. Такой документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство считает, что запрет продажи алкоголя в учреждениях культуры ущемляет права граждан. Фактически, этим вернется норма, которая действовала до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры. Позже эту возможность ограничили. Вокруг инициативы нынешнего года уже идут ожесточенные споры. На стадионе «Атомтранс» впервые в Десногорске состоялись 14-е межрегиональные детские этнические казачьи игры. Посмотреть на уникальные спортивные соревнования юных казаков отправилась и наша съемочная группа. С самого утра на стадионе Десногорска царила оживленная атмосфера, и рекой лились казачьи песни. «Казарла» впервые проводилась за пределами Кубани. Это стало возможным благодаря поддержке администрации Десногорска. Депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской атомной станции и Десногорского хуторского казачьего общества Смоленского отдела Центрального казачьего войска. Благословить и осветить это мероприятие пригласили отца Виталия. Ведь казачий народ не только охраняет память предков и чтит русские обычаи, но и передает из поколения в поколение свою веру в Бога. Команды из восьми регионов приехали, чтобы принять участие в Пластунском многоборье, конной эстафете, метании пик, показать свое владение кнутом и нагайкой. Гостей из Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Ярославской, Тульской и Смоленской области приветствовал глава города Андрей Шубин. Я хочу вам пожелать удачи, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Разрешите этнические казачьи игры считать открытыми. Начались соревнования с рубки шашкой. Задача непростая и требует особой сноровки. Стоит стоечка, наверху бутылочка. Шашечкой должны рубить так, чтобы бутылка оставалась на стойке и не шаталась и не падала. Чем больше срубишь, тем лучше. Этот масштабный проект объединил в себе не только потомственных и вновь вступивших казаков, но и десногорских юнормейцев. Ребята наравне со всеми с честью прошли все испытания. Оценивал участников межрегиональных казачьих игр главный судья, член правления федерации, руководитель группы регионов федерации по рубке шашкой козорла Александр Селянин. Судья, он как механизм, он должен быть полностью, ну, он должен оценивать умения спортсмена без взятости. Соревнования продолжались целый день. Участники преодолевали полосу препятствий, перетягивали канат, стреляли из настоящего оружия и на скорость собирали автомат. И несмотря на холодную и ветреную погоду, все участники казачьих игр показали блестящий результат. Победителем 14-х межрегиональных казачьих игр стал казак из Ярославля и получил заслуженную золотую медаль и кованую шашку. Я очень рад, что мы победили. Слава Богу, что мы казаки. Они развивают физические навыки и в дальнейшем это поможет нам, потому что я уверен, что многие из нас пойдут в дальнейшем в военную направленность. И, как говорят сами казаки, друг для друга они не соперники, а в первую очередь братья. Вот и победе юного казака из Ярославля они радовались всем казачьим содружествам. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Жители Десногорска приглашаются принять участие в акции по сбору макулатуры и пластика «Переработка-2019». Мероприятие призвано обратить внимание горожан на проблемы сбора мусора, а также привить культуру раздельного накопления отходов. Собранные бумагу, пластик и картон направят на переработку. Материал получит вторую жизнь в виде салфеток, картонных упаковок и полиграфической продукции. За участие в акции предусмотрено вознаграждение. Так, 1 кг макулатуры можно сдать за 3 рубля, а 1 кг пластиковых упаковок принесет 5 рублей. Заявки на участие принимаются по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Акция состоится с 13 по 31 мая. И коротко о погоде. 9 апреля в Десногорске пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 6. На этом наш выпуск завершен. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru В студии работал Олег Соловьев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!